Здравствуйте! Здравствуйте! Вы смотрите гай.рф видео-версия в студии Анастасия Адарченко. Этот выпуск подготовлен при поддержке гипермаркета «Айсберг». Выбирайте «Айсберг» с 11 по 21 марта весенняя скидка до 30%. Например, надежная и мощная микроволновая печь «Фьюжн» с автоматической разморозкой всего за 3777 рублей только в гипермаркете «Айсберг». Начали краткий обзор тем, о которых мы вам расскажем. В Гайском округе продолжается ликвидация последствий снегопада. Техника работает круглосуточно. Вслед за снегопадом пришла оттепель. Крыши горожан дали течь. ЕДК начисляются по-новому. Специалисты комментируют изменения. Уроки грамотности. В Гае стартовала акция «Русский по субботам». Гайский городской округ продолжает переходить в себя от снегопадов, случившихся на прошлой неделе. Правда, и выходные выдались снежными, что еще больше усугубило состояние дорожных и дворовых проездов, а также пешеходных зон. В редакцию портала гай.рф продолжают поступать десятки звонков от горожан, которые заблокированы в своих домах и дворах. В свою очередь, администрация города ведет регулярный отчет о проделанной работе по расчистке улиц, дорог, сел. В воскресенье 20 марта на расчистке снега было задействовано 10 единиц техники от МУП ЖКХ. Работы проводились по проспекту Победы на улицах Ленина и Коммунистической по переулку Парковой. Техника Гайского дорожного управления осуществляла расчистку межпоселковых дорог и региональную трассу Оренбург-Орск. Были расчищены дороги в направлениях Ишкинина, Саверовка, Колпакская, Гай, Акьяр. Расчисткой внутриквартальных территорий занимаются управляющие компании и ТСЖ. Проезды пробиваются техникой, насколько позволяют условия. Утром 21 марта на расчистку от снега вышло 11 единиц техники от МУП ЖКХ. В зону чистки попали центральные улицы, подъемы хозпитьевого водовода, улица Орская. Также были пробиты внутриквартальные проезды в частном секторе. На улицах Солнечная, Цветочная, Лесная, Садовая и другие. Автогрейдер произвел выравнивание дорожного полотна на проспекте Победы, прочистил дорогу по улице Ленина. Расчищены дороги в направлениях Писаревка, Новорудный, Лылова, Нурбулатова, Гайнулина, Новопетропавловка до магазина. Администрация Гайского городского округа в очередной раз просит жителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Вся имеющаяся техника работает на расчистке территории округа от снега. Если ваш двор еще не прочищен, наберитесь терпения, работы будут выполнены обязательно. Особая просьба к автовладельцам – убирать автомобили с проезжей части и дворов, чтобы могла работать спецтехника. Без крайней необходимости не пользоваться автотранспортом и не создавать препятствий на пути следования снегоуборочной техники. Проявляйте сознательность и уважайте труд дорожников. Безопасность на дорогах зависит в первую очередь от нас самих. Мартовская погода в этом году не перестает преподносить неприятные сюрпризы. По данным синоптиков, в начале недели столбик термометра продержится на отметке минус, а уже к середине недели днем ожидается 0,1. Очевидно, что вслед за проблемой расчистки города от снега назревает еще одна – активное таяние выпавших осадков. В некоторых районах города проезжие части уже превращаются в непреодолимую жижу. И это только начало. Водителям и пешеходам стоит запастись дюжиной терпения в условиях надвигающихся паводков. Выходные гайчане столкнулись с еще одной проблемой. В частности, пострадали жильцы верхних этажей. В редакцию портала гай.рф поступило сразу несколько обращений о том, что в квартирах гайчан с потолка потекла вода. С подобной проблемой столкнулись жители дома номер 16 по улице Коммунистической, у которых вода лилась ручьем. Также закапывала с потолка и на переулке Парковой-1. По словам обратившихся гайчан, помощь от домоуправления к ним придет не раньше понедельника. Во время метели на автодорогах округа оказались в снежном плену несколько водителей. На помощь людям, застрявшим на трассе, приходили жители ближайших населенных пунктов. Так, на трассе Оренбург-Орск вблизи поселка Лылова застряли три дальнобойщика и два сотрудника ДПС. Более двух суток пришлось им провести на трассе. Теплым питьем и едой мужчин обеспечивали семья Ишимгуловых из поселка Лылова и сотрудники автозаправочной станции Любовь Абсалямова и Татьяна Терехова. Вблизи поселка Поповка застряла 20-тонная фура. Автомобиль двигался из Челябинска, перевозил макаронные изделия, крупы и подсолнечное масло для детских садов Орска. Больше суток водитель провел на трассе. На помощь дальнобойщику пришли жители поселка, подвозившие продукты питания и топлива. Муниципалитет организовал спасательную операцию. Предприятия предоставили технику для извлечения автомобиля из снега. Водитель фуры, житель Подмосковья Сергей Давыдов выражает благодарность всем, кто не остался равнодушным и оказал ему помощь, руководству Гайского ГОКа и Гайскому дорожному управлению. Другим новостям. С января этого года изменились правила начисления ЕДК. У Гайчан возникло немало вопросов относительно того, как теперь происходит расчет пособия и почему сумма выплаты уменьшилась. В Центре социальной поддержки журналистам объяснили, как теперь работает механизм начисления ЕДК. В качестве примеров были выбраны инвалиды и ветераны труда. Если инвалид второй группы проживает один в собственной квартире, например, площадь квартиры составляет 50 квадратных метров, то размер ЕДК будет рассчитываться следующим образом. Плата за содержание жилья не будет компенсироваться, потому что льгота на содержание жилья предоставляется инвалидам, проживающим только в муниципальных квартирах. Плата за отопление будет начисляться на всю занимаемую площадь квартир, то есть на 50 метров. И плата за коммунальные услуги будет начисляться на все платежи, которые он увидел в квитанциях, по 50%. Но не более нормативы потребления. То есть если гражданин зарасходовал больше, чем норматив потребления, то расчет ЕДК будет ограничен нормой потребления. Если инвалид второй группы проживает также в собственной квартире площадью 50 метров, но в составе 7, например, из 3 человек, то плата за отопление, то есть все платежи, будут делиться на количество всех зарегистрированных граждан. То есть площадь жилья будет разделена на троих, и, соответственно, доля инвалида составит 16,6 квадратных метра. И также все платежи за коммунальные услуги тоже будут разделены на троих, и, соответственно, дальше уже будет произведен расчет льготы 50% от 1,3, то есть от доли, приходящейся на инвалидов. Если ветеран труда проживает один в собственной квартире 60 метров, то размер ЕДК будет исчисляться таким образом. За содержание жилья компенсации не будет, так как жилье собственное, опять же, компенсация за содержание жилья предоставляется только в муниципальном жилье. Плата за отопление будет начислена на социальную норму жилья. То есть если ветеран труда проживает один, то социальная норма жилья для него составляет 33 квадратных метра. За остальные услуги, коммунальные услуги, будет начислено 50% от начислений, то есть от той суммы, которую ветеран получил, увидел в квитанции. Если ветеран труда проживает не один, то так же, как у инвалидов, все платежи будут разделены на количество зарегистрированных граждан. И при этом также будет учитываться, для расчета компенсации за отопление, также будет учитываться норма площади жилья. То есть для одинокопроживающих граждан, я уже сказала, 33 метра. Для тех, кто проживает вдвоем, это 21 квадратный метр на человек. И для тех, кто проживает втроем и более, у них по 18 квадратных метров на человек. Хочу также сказать гражданам, которые до сих пор не установили счетчики, с 2015 года применяются повышенные нормативы коммунальных услуг. Они будут увеличиваться каждые полгода, пока человек не установит счетчики. Например, в многоквартирных домах ГАИ, как я уже говорила, базовый норматив на холодную воду составляет 5,3 кубометра. Повышенный норматив составляет 7,42 кубометра. Базовый норматив на горячую воду составляет 3 кубометра, а повышенный 4,2 кубометра. Также повышается, соответственно, норматив на водоотведение. То есть на сегодняшний день человек, проживающий один в квартире, переплачивает ежемесячно более 200 рублей. И с 1 июля 2016 года эта цифра будет еще больше. За две недели февраля мы все это исправили. И 29 февраля сделали перерасчет. Соответственно, сейчас в начале марта люди уже получают доплату за январь. То есть уже поступают звонки. Почему маленькая сумма? Но еще раз говорю, компенсация ежемесячно будет выплачиваться после 15 числа. То, что люди получают сейчас, это доплата за январь. Это не компенсация за февраль. Потому что многие до сих пор вот этого еще не поняли. То есть буквально сегодня у меня были звонки, почему опять такой маленький размер компенсации. Это доплата за январь. А сама компенсация будет ежемесячно после 15 марта. Компенсация будет выплачиваться за февраль. Раньше, до 1 января, компенсация исчислялась из стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг. Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг представлял собой твердую денежную сумму, которая складывалась из платы за содержание жилья на норму площади, из платы за коммунальные услуги на нормативы потребления и из платы за капитальный ремонт. Сейчас плата за капитальный ремонт тем гражданам, которым она на сегодняшний день уже предусмотрена законом, она выведена в отдельную сумму. Плата за содержание, компенсация за содержание жилья, как я уже сказала, различается в зависимости от льготных категорий. То есть какие-то льготные категории имеют льготу на содержание жилья в собственных квартирах, какие-то не имеют. Например, инвалиды, участники войны, ветераны боевых действий имеют право на компенсацию за содержание жилья, независимо от того, в каком жилищном фонде они проживают, то есть и в собственном, и в муниципальном. А инвалиды или ветераны труда имеют право на компенсацию за содержание жилья только в муниципальных квартирах. То есть это уже дало уменьшение размера компенсации. Еще почему размер уменьшился? Во-первых, может вообще отсутствовать начисление по платежам, то есть из-за того, что люди просто не сдали показания счетчиков, или они сдали их не вовремя, или нет разницы в показаниях. То есть, например, ЖКХ начисляет плату за воду на целый кубометр. То есть если разница в показаниях была меньше, чем кубометр, то плата, соответственно, не будет начислена и, соответственно, не будет компенсации за эту услугу. Еще уменьшился размер ЕДК за счет того, что фактический расход воды намного меньше норматив. То есть раньше, если, как я уже сказала, в стандарт закладывался тариф на норматив потребления коммунальных услуг, то сейчас, если у какого-нибудь пенсионера расход воды намного меньше, чем норматив, соответственно, размер компенсации намного уменьшился. Еще причина уменьшения может быть в том, что граждане не сообщили нам своевременно о постоянном выбытии членов семьи из жилого помещения. То есть, к примеру, у нас до сих пор в базе данных числится, что по данному адресу проживает там два человека, а на самом деле человек там уже выехал или умер, к сожалению, и нам об этом не сообщили. То есть платежи делятся на двоих, хотя на самом деле должны начисляться только для одного человека. Полную консультацию по интересующим вопросам жители округа могут получить по следующим номерам 307-96 и 408-63. Профессиональный праздник отметили 20 марта работники МУП ЖКХ города. На сегодняшний день в коммунальной сфере задействовано порядка тысячи человек. Это работники МУПа и Дома управлений. В этот праздничный день я желаю вам здоровья, мирного неба над головой, производственных успехов, семейного буду получать. Накануне в ЦБТ «Радуга» состоялся праздничный концерт. В зале присутствовали первые лица города. С поздравительным словом к собравшимся обратился глава города Олег Папунин. Глава отметил, что предприятие в этом году вышло на новый уровень и динамично развивается. Лучшие работники были отмечены благодарственными письмами. Атмосферу праздника создали творческие коллективы, песенными и танцевальными номерами. У гайчан появилась возможность бесплатно подтянуть свои знания по русскому языку. В городе состоялось первое занятие «Русский по субботам», призванное подготовить всех желающих к тотальному диктанту, а также повысить общий уровень грамотности. Руководит курсами педагог с 40-летним стажем работы Галина Михайловна Кичигина. На первый урок грамотности пришли порядка 20 человек самых разных возрастов. На первом занятии собравшиеся повторили темы «Написание гласных и согласных в корнях», «ОЕ» после шипящих, «НЕ» с различными частями речи, «Одна и две Н» в суффиксах прилагательных и причастий. Занятие, как правило, два блока – орфография и пунктуация. По времени, но мы так немножко подумали, что может быть два академических часа, а там, если желающие есть, какие-то нюансы уточнить, вопросы задать, то, конечно, продлеваем. Сегодня первое занятие, у нас еще впереди три, пожалуйста, гайчане, все, кто свободен. По субботам в 2 часа дня мы ждем у нас в нашей библиотеке на первом этаже. Следующее занятие пройдет в субботу, 26 марта, в библиотеке на проспекте Победы 11А, начало в 14.00. Добавим, что данные курсы организованы в преддверии тотального диктанта, который состоится в нашем городе 16 апреля. К участию приглашаются все желающие. В конце выпуска о погоде. В ближайшие дни в Гае пасмурно возможен небольшой снег. Ветер южных направлений 2-5 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится от минус 1 до минус 8 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 1. А я напоминаю, что этот выпуск был подготовлен при поддержке гипермаркета «Айсберг». С 11 по 21 марта весенняя скидка до 30%. Так, например, стиральная машина «Индезит» с загрузкой 4 кг и отжимом 800 оборотов всего за 12 777 рублей. Только в гипермаркете «Айсберг». Это все, о чем мы успели вам рассказать. Самые свежие новости, комментарии к ним всегда для вас доступны на портале гай.рф. Всего доброго. До встречи в эфире.